Сотни марафонов по льду замёрзшего Байкала, по Золотому кольцу России, по вулканам Камчатки, ультрамарафоны в Кейптауне. И вот теперь Артём Алискеров в Карачао-Черкесии. Каждый день новый город и новая марафонская дистанция. Всё это ради одной цели – доказать, что жизнь после онкологии может быть активной. А ещё он выполняет важную миссию и рассказывает жителям нашей страны, как они могут помочь онкобольным. «Самое важное, в принципе, о целях миссии нашей – наполнить информационное поле о донорстве костного мозга, о том, что это безопасно, безболезненно и очень важно. Потому что всегда хорошо, когда за твоими плечами есть донор. А ещё лучше, когда ты можешь спасти чью-то жизнь». Это испытание силы и характера для Артёма началось четыре года назад. Ужасная новость настигла тверского спортсмена января 2019 года. Врачи диагностировали у него острый лимфобластный лейкоз. Однако юноша не опустил руки и твёрдо решил, что справится с болезнью. Теперь вместе со своими соратниками он проводит марафон донорства костного мозга. «Донорство костного мозга сложно продвигается, и мало кто берётся за эту проблему. Ещё сложнее, если на европейской части территории доноров можно жителям подобрать в странах Европы, либо ближайших зарубежных странах, хотя тоже это некрасиво. У нас в России свой должен регистр быть большой и полноценный, то гражданам с Кавказа доноров подобрать за рубежом альтернативных. Российским донорам просто невозможно. Поэтому важно, чтобы люди с Кавказа вступали в регистр. И мы не наблюдали на экранах телевизоров просьбы о помощи родителей. СОС, помогите, срочно нужен донор костного мозга». Поддержали спортсмена в этот день как просто неравнодушные жители республики, так и сотрудники службы судебных приставов в Карачао-Черкесии. Они стали донорами крови, а также заполнили анкеты для вступления в федеральный регистр доноров костного мозга. «Мы считаем своей обязанностью, человеческой обязанностью помогать, оказывать помощь нуждающимся людям. И как считается донорство, это как тихий подвиг. Мы помогаем, даём надежду на завтрашний день больному человеку, даём шанс на жизнь. Федеральная служба судебных приставов и в дальнейшем продолжит поддержание всех акций, всех мероприятий по донорству». Пересадка клеток костного мозга для тяжелобольных людей – порой единственный шанс на излечение. Наибольшая вероятность найти донора обычно среди родных, братьев и сестёр больного. Шанс полной совместимости с ними составляет 25%. Если же в семье нет таковых, то либо используются не полностью совместные родственники, либо ведётся поиск неродственного донора. И тут из 10 тысяч доноров может подойти лишь один. «На сегодняшний день ежегодно 29 тысяч человек заболевают болезнями системы крови. И полторы тысячи человек нуждаются ежегодно в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. И только 0,1% жителей России вошли в регистр доноров костного мозга. И поэтому сегодня, придя сюда и став донором, это означает дать шанс на жизнь этим людям». Донором костного мозга может стать любой человек в возрасте от 18 лет, не болевший гепатитом B и C, туберкулезом, ВИЧ и рядом других заболеваний. Многие не решаются на данную процедуру из-за распространённого мифа, что сдавать костный мозг больно. Это не совсем так. Есть два способа забора стволовых клеток от донора. Первый – из крови через вену. С помощью специального аппарата клетки отделяются от других компонентов крови донора. Такой способ применяется в 9-5% донации. Второй способ – с помощью небольшого прокола под наркозом. Клетки забирают из тазовой кости донора. Такой способ применяется в 5% донации. Хадима Куршева, Саид Исмаилов, Архиз, 24.